Продолжим разбор глагола кавана. Во всех 14 формах этого глагола изначально вау меняется на алиф. Однако в первых 5 формах этот алиф сохраняется, не удаляется, так как нет причины его удалять. В то время как в остальных 9 формах этот алиф удаляется, так как в этих 9 формах на конце глагола присоединяется огласованное местомение падежа-арофа, что приводит к суккунированной последней буквы, а это в свою очередь к встрече двух суккунов – алифа и последней буквы глагола. Поэтому алиф этих 9 формах будет удален. Приведем спряжение этого глагола в двух вариантах – в первоначальном виде и конечном варианте. Итак, от кавана получается кана, от кавана – кана, от кавану – кану, от каванет – канет, каванета – канета. В этих 5 формах букву вау заменили на алиф, так как вау имеет огласовку, а предыдущая буква огласована в ате. Дальше идет глагол каванна. Здесь, как и в предыдущих формах, согласно упомянутому правилу, мы сначала меняем вау на алиф, и у нас получается пока что кана, затем алиф удаляется, и у нас остается кана, после чего мы меняем фото первой буквы на дому, дабы указать на удаленную букву вау. В итоге у нас получается конечный вариант кунна. Скажем лишь, что здесь у нас между двумя буквами нун происходит слияние, так как здесь оно является обязательным, согласно правилам науки сарф, так как первая буква нун, являющаяся конечной кореневой буквой, имеет цукун, а второй нун, являющийся вместо именем множественного числа женского рода, имеет огласовку. И как известно, и дуам, слияние двух однородных букв в таком виде является обязательным. Поэтому у нас вместо двух букв нун, у нас будет удвоена буква нун. Кунна. Значит, каонна, каанна, каанна, каанна и кунна, наконец. Кунна с удвоением последней буквы. Дальше будут происходить то же самое действие, например, каонна, каанна, каанна и кунна. Каантума, кунтума. Кунтум, кунти, кунтума, кунтунна, кунто и кунна. Основой было каанна, затем каанна, затем каанна и, наконец, кунна с удвоением кунна. Значит, каанна, каанна, каанну, каанет, каанна та, кунна. Кунта кунтума, кунтум, кунти, кунтума, кунтунна, кунту, кунна. Приведем также примеры других упомянутых правил, не выдаваясь подробностей, так как мы уже подробно об этом поговорили. Итак, от баяра, бая, 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 б Хафу, хафат, хафата, хифна. В основе было хавифна, потом хафна, потом хафна, по правилу и наконец хифна. Хифта, хифтума, хифтум, хифти, хифтума, хифтун, хифтум, 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 хифтума. От глагола хайба, тоже по модели файла, хаба, хаба, хабу, хабат, хабата, хибна. В основе было хайбна, хабна, потом хабна и наконец хибна. Следует заметить, что объяснение некоторых правил здесь отличается от того, что изучают в известной книге по сарфу от Тасриф Занчани. Это сделано специально, так как приведенное объяснение правил мы посчитали более правильным. Следующее слово у нас это МИКАТА. МИКАТА это по модели МИФАЛА от корня ВОКТУН. Значит, основа глагола МИКАТА являлась МИВКАТА. Здесь букву ВАУ заменили на букву Я, согласно правилу, которое гласит, что если буква ВАУ является сакунированной, а предыдущая буква огласована КЭСРА, то в этом случае ВАУ меняют на Я, так как КЭСРА соответствует букву Я, а не ВАУ. Это правило имеет широкое распространение в арабском языке. Например, от МИУЗАН мы говорим МИЗАНУН, от МИУЛАДУН МИЛАДУН, от МИУАДУН МИАДУН, от ИВУРАДУН ИИРАДУН, АВУРАДУЮРАДУН ИИРАДУН. ИУЖАЛЬ мы говорим ИИЖАЛЬ, МИУРАДУН МИРАДУН, МИУСАКУН МИИСАКУН, ИУСАЛАН ИИСАЛАН и так далее. Следует отметить, что хотя модель МИФАЛАМ, по которой пришло слово МИФКАТА, своей основой является ИСМУЛЬ АЛАТИ, именем орудия труда, как, например, МИФТААН, ключ, дословно, приспособление для открывания чего-то, МИЦКАБАН, ДРЕЛЬ, МИИЗАНУН, ВЕСЫ и так далее. Но здесь эта модель не обозначает данное значение. Так, МИУКАТАН здесь просто определенный срок. То же самое можно сказать и про другие слова по той же модели, например, МИЛАДУН, МИАДУН и так далее. Остается сказать, что МИУКАТАН это ИСМУН, СУЛАТИЮН, МАЗИДУН, ФИХИХАРФАНИ. Трех букв на имя с добавлением двух букв, МИМА и АЛЬФА. ГОЙРУ САХИХАН, ГОЙРУ САЛЬМАН. Так как его ФА, его первая корневая буква, является слабой буквы ВАУ, которую заменили на Я. УЛЛАХУ АЛАМ.